Покаяние Не совсем то же, что в греческом языке означает покаяние. Метанойя, перемена ума, перемена мыслей, умонастроения. Человек начинает думать и мыслить по-другому. Так у греков. А вот у евреев это не мысленная, неумственная, неинтеллектуальная категория, а это сфера действия. Шув, возвращаться, возвратиться. Отсюда существительное тшува, возвращение буквально. И вот это очень важно. Это прежде всего действие. Что толку, если человек вот раскаивается в своем поступке, оплакивает свои грехи, он неправильно поступил, надо было бы поступить иначе, но ничего, былого уже не вернешь, ошибку эту исправить нельзя. Вот Иуда раскаялся, пошел и удавился. Что пользует такого покаяния? Если бы, используя другой новозаветный пример, притчу Христову о блудном сыне, если бы этот самый персонаж этой притчи, блудный сын, сидел у этого корыта со своими свиными рожками и плакал бы там, оплакивал свой поступок, как он нехорошо поступил по отношению к отцу и в каком жалком положении он оказался. Какой я несчастный, я умираю от голода, я оборванный, грязный, нищий, сижу возле этого корыта со свиными рожками. И вот так бы он оплакивал бы и оплакивал себя. Но нет, он встал и пошел. Евангелие это подчеркивает. Встал и пошел к отцу своему, смирил свою гордыню, встану, говорит, пойду к отцу своему и скажу ему то-то и то-то. Вот он совершил возвращение. Покаяться — это значит вернуться в ту точку, где ты сбился с пути. Вот ты шел путем спасения, путем Божьим, и где-то ты с этого пути сбился. И когда ты осознал, что ты с этого пути сбился, как тебе окончательно-то не заблудиться? Надо вернуться, постараться вернуться к тому месту, где ты сбился с пути. Темный лес, темная ночь, ни луны, ни звезд на небе нет. Человек потерял дорогу, заблудился в лесу. Что ему нужно делать? Не двигаться, не идти дальше. Осознать, что ты заблудился, и постараться вернуться в то место, где ты сбился с дороги. Хорошо, если у тебя есть надежный светильник, фонарик. Не случайно сказано в одном из псалмов «Слово твое, светильник на гема и свет стезе моей». Когда светильник освещает тропу, то ты с этой тропы не свернешь, не собьешься. И вот нужно осветить эту тропу. Слово Божье уподобляется светильнику. Светильник — это метафора Божьего слова. Оно освещает путь во тьме нашей жизни. «Слово твое, светильник на гема и свет стезе моей», — говорит псалмопевец. Вернуться, возвратиться на путь спасения, возвратиться к Богу — это то, что в Священном Писании называется покаянием. И не только в Ветхом Завете, но и в Новом, как мы видели в притче о блудном сыне, сын возвращается к отцу, он совершает покаяние. Он не раскаивается, не оплакивает свой поступок, он совершает какое-то действие, а именно действие возвращения. Вот тшува, возвращение к Богу — это и есть то, что в Библии называется покаянием. Как же возвратиться к Богу? Учитель покаяния Исайя, например, говорит, обращаясь к израильскому народу, «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Вот что такое покаянные действия, которыми должно сопровождаться раскаяние. Или это в первой главе, а в 58-й сказано, «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь наговый, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Вот что такое покаяние. Это не только перемена ума и не только осознание своих неправедных поступков, но это решимость, твердая решимость, возвратиться в то состояние, которое было у тебя до грехопадения. То есть встать, вернуться, развернуться на 180 градусов и идти в противоположном направлении. Ты удалялся от Бога, надо возвратиться к Богу. Вот что называется в Священном Писании, считается покаянием. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.